Очень мягко, растушевывая. Можно также делать и легкую сухую коррекцию. Можно румяно наносить. Для кремовой коррекции удобная кисть HR16. Систетическая кисть. Скошная форма. За счет формы удобно ей работать. Кремовая коррекция. Для иллюминайзера, а также кисть многопрофессиональная, использовала кисточку GS024. Имитация козы. Пушистая кисточка, хорошо растушевывает продукты. Кисточка GS018 для нанесения вайлайта. Очень гладенькая, имитация белки. Очень хорошо шлифует продукты, наносит. Зеркальный блеск получается. Для консилера, для голливудских раскольников, для всех объемных зон. Кисточка DR07. Дальше, для сухой коррекции. Очень удобная кисточка. ФК12. Имеет круглую, конусную форму. За счет этого очень классно ей теневые зоны прорабатывать. Дальше, да, кисточка для растушевки. Весного века и складки с собой. Кисти ГАЛАР 06 и Г012. Это коза. Имеет формы дуглая. Очень удобно теневую тень ставить под косточку. И кисточка Г012. Она более фушистая. Ей с полутеневыми оттенками. Очень удобно наносить. В полутене ставят ели. Волосы короткие. Для нанесения пигментов. Очень удобно. К010. Плоская форма. Очень классно набивает продукт на подвижное века. Для нанесения кремовых продуктов. Для уголка. Для тени. Для глубины. Кисточки круглые. Кисти ГАЛА 06 и Кисти ГАЛА 05. Сополь круглый. Очень удобно. Ими тени намечают внешний уголок. А маленькой вот этой Кисти ГАЛА 05. Глазки наверх. Кресничком прорабатывают теневые зоны.